итак мы проходили технологии производства колбасных изделий и соленых изделий поэтому согласно нашей тематике наша сегодняшняя лабораторная работа она посвящена технологии приготовления колбасных и соленых изделий сейчас посмотрим видеоролик демонстрация видно да да видно и 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 Продолжение следует... 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 К основным технологическим приемам при изготовлении колбасы относятся к подготовку кишек, потом к подготовку мясного сырья, составление фарша, формовки батонов, фасадки, термообработки и потом охлаждение готовой продукции для хранения. Получается, для подготовки кишечных оболочек. При подготовке кишечных оболочкам используют натуральные оболочки и также искусственные. К натуральным оболочкам относятся говяжьи черева, бараньи, свиные черева. Проверяю. Вы пропадаете. Искусственные оболочки проверяют также точно. Так, вас совсем не слышно, Донир. Попробуйте снова выйти из конференции и снова зайти. Сейчас нажимали, слышно меня? Да. Получается, используют натуральные оболочки и также искусственные. К натуральным оболочкам относятся говяжьи черева и искусственные оболочки. Искусственные оболочки проверяют их целостность в соответствии с размерами. Также проверяют шпагаты для вязки, чтобы они также соответствовали. У нас не слышно. Подготовка мясного сырья. Нормально слышно меня? Да, теперь стало слышно. Далее идет подготовление мясного сырья. То есть, как правило, используют парное охлажденное, замороженное мясо. То есть, делают жиловку. Подготовка сырья включает в себя вообще размораживание. Если мясо размороженное, производят разделку, обвалку, а также жиловку мяса. Потом далее из этого мяса готовят колбасный фарш. То есть, его солят. Потом добавляют различные специи и также посолочные материалы. То есть, это нитрит натрия, например, для улучшения внешнего вида. То есть, именно это получается цвета. Ну и также другие добавки, которые вообще формируют вкус и запах. Далее идет формовка. То есть, она включает в себя подготовку колбасной оболочки, шприцевание, вязку и штриховку. Далее колбасы навешивают на палки и рамы. Потом насаждают. Осадка для вареных колбас составляет от двух до четырех часов. А полукопченок до двенадцати часов. Потом далее идет термическая обработка. Она включает в себя доведение колбас до определенной температуры. Ну и также, в зависимости от вида колбас, применяют обжарку, варку, копчение, охлаждение и сушка. Сушка – это, получается, операция, которая завершает технологический цикл производства полукопченых и варенокопченых и сытокопченых колбас. А сколько длится сушка, как вы думаете? Сушка от двух до трех суток. Для разных колбас по-разному, да? Но он занимает… Да, там в зависимости опять же… От вида колбас зависит. Занимает как минимум двадцать четыре часа. Так, хорошо? Спасибо. 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 Спасибо.